Мы начали знакомиться с текстом Добротолюбия. В прошлый раз мы начали рассказывать о житии преподобного Антония Великого. И сейчас, продолжив несколько слов, закончив о его житии, поговорим, начнем разговор о его наставлениях. Мы говорили, что первый этап жизни Антония, который в целом продолжался 15 лет, он прошел не в очень большой отдаленности от селений. И закончился этот этап победой. Он поборол начальные прилоги врага, он поборол блудную страсть и попытки бесов смутить его похотливыми движениями. И в конце концов, самая напряженная была брань непосредственно лицом к лицу с врагом. Он претерпел до конца. И когда его озарил свет, и он произошли глубинные потрясающие изменения всего его естества. И свершилось это самое обоженье, которое станет целью христианской жизни, о котором как о цели будет более всего говорить Афанасий Великий, тот человек, который и составил житие Антония Великого. И вот через 15 лет после озарения светом Божьим, он почувствовал с одной стороны облегчение от всех этих браний и страхования, с другой стороны призыв идти дальше, уйти глубоко в пустыню. Почему? Чем больше душа получает благодати Божьей, тем большего подвига она желает. И опять-таки, мера жажды подвига, она дает опознать количество данной нам благодати, потому что одно без другого не может. И вот велика была благодать данная Антония Великого, труда и подвига она потребовала. И подвигу этому призвала, и силы на осуществление этого подвига дала. И вот он и уходит во внутреннюю пустыню глубоко-глубоко от людей, где в конце концов практически ни с кем не общается. Там никого нет изредка, не каждую неделю, не каждый день, а быть может раз в полгода или в год приходил некто и приносил ему какую-то пищу, вода там была. И вот в этой пустыне он подвязался в течение 20 лет. Нет, Афанасий Великий говорит об этом периоде жизни Антония как о гусенице в куколке, в куколе. Это часть, элемент монашеской одежды. Вот никто не знает, что там было с Антонией. Он только некоторые видения рассказывал, но в чем состояла его жизнь не знает никто. Не было свидетелей, не было собеседников в это время у Антония. И вот там на самом деле свершалось окончательное превращение его в духоносного и святого отца. Без этого подвига уединения было дальнейшее его возрастание во Христе очевидно невозможно. Об этом времени он потом будет рассказывать, точнее о тех видениях, которые были в то время. И вот одно из них тоже очень важное, которым потом он поделится с Афанасием Великим. Однажды демон постучался. Выйдя вон, я увидел перед собой огромного великана, голова которого, казалось, застегала до небес. И когда я спросил, кто ты, он отвечал, я сатана. Я спросил, чего тебе здесь нужно? Напрасно, отвечал он, меня обвиняют все монахи. И за что проклинают меня все христиане? И справедливо поступают, сказал я в ответ, потому что часто бывают обольщаемы тобой. Я ничего им не делаю, отвечал сатана. Но сами они смущают друг друга. Ведь я проклят и низвергнут. А не слышал ли ты из Писания, что у врага совсем не стало оружия и города ты разрушил? И действительно, вот я уже лишен всякого места в мире, не осталось под моей властью ни одного города, и нет у меня оружия. И все народы во всех странах исповедуют имя Христова. Пустыни наполнились монахами. Пусть же сами смотрят за собой, а меня напрасно не проклинают. Подимившись тогда благодати, я отвечал ему. Дальше следует ответ и заключение. Так преподобный убеждал братью, не страшится силы бесов, укращенный и не сдаженный Христом, но мужественно с Божьей помощью бороться с ним, укрепляя свои сердца, веруя во Христа. Вот этот опыт и мысль, выраженная Антонием Великим, потом станет очень важной для всей святоотеческой традиции. Не бес мешает человеку, бес есть некое оружие в руках промысла Божьего, с помощью которого опознаются, определяются наши страстности, наши немощи, наша испорченность. Не он нас смущает, а он нас смущает, потому что мы хотим смущаться. Мы знаем это из посланий апостола Иакова, что каждый, кто согрешает, пусть сетует на самого себя, потому что он на самом деле, это немощь его воли, он захотел, потому так и получилось. А бес всего лишь подвернулся, используя наши собственные страсти и слабости. Если у нас нет, если нет этих страстностей, если нет неправильной привязанности к миру, если мы совершенно всем сердцем обратились к Богу, то ничего плохого бес сделать не может. Вот эта мысль, мы еще не раз к ней будем возвращаться, и это очень правильная мысль и очень нужная в наше время, потому что очень многие считают и все сваливают на то, что бес виноват, лукавый попутал. Он, конечно, попутал, он, конечно, увлек, он, конечно, действительно является причиной нашего падения, как и в раю это было, ведь он предложил Еве плод, естественно. Но ведь наказывается не только он, наказывается Ева и Адам, которые послушались его, значит они виновны были в том, что послушались его, а не Бог. Если мы ни в чем не виноваты, а только все лукавы, тогда и судить, и спрашивать с нас нечего, а с нас спрашивают, значит виноваты мы. И в том, чтобы разобраться, в том числе и в этом вопросе, мы еще будем много читать и на подобных словах святых отцов останавливаться. Роль искушений в том, чтобы человек возненавидел все, что Богу не угодно, чтобы он всем сердцем прилепился к Богу, то есть возлюбил к Богу, потому что нет силы другой, которая помогла бы его внутри самого себя не спровергнуть те основания, за которые цепляется сатана, увлекая меня ко злу. И вот так прошел второй этап преподобного Антония Великого и начался третий этап. Через 20 лет такой куколи, такого пребывания в куколке, когда он был скрыт от всех, явилась бабочка, явился обоженный, духоносный человек. К нему пришли люди и стали селиться вокруг него. И первое тоже, в соответствии с темой Афанасии Великой, первое, что поразило людей, когда они увидели Антони, человек, много лет живущий в пустыне, человек, пребывающий в одиночестве, человек малокушающий, человек, который по мысли как бы обывателя должен весь быть изможден и измучен. Не людям, как-то осторожен, необщителен и изможден. Вот они увидели совсем другого человека. Лицом светел и телом крепок. Вот что их может быть поразило более всего. Светел лицом. Ни мрачности, ни унылости, ни скорби. То, что поражало их преподобную Серафиму Саровскому. Светлое лицо. И тело не слабое, а крепкое. Ведь он же ничего не ел. Он жил в пустыне. Он постоянно измождал тело свое постом. Оно должно было увянуть и сохнуть и погибнуть. А оно стало крепким. И это людей поразило. И с этого момента до конца своей жизни Антоний окормляет людей. Так мы увидим в жизни практически, но подавляющего большинства святых отцов. Сначала исход в пустыню. Борение в каком-то внутреннем мире, даже если это общежителенный монастырь. В каком-то вот, когда человек только наедине с самим собой и с Богом. И со встречающимися искушениями, обнажающими его внутреннюю неправду. И когда эта борьба завершается, человек ставится на подсвечник. На возвышенное место, чтобы светить всем, выводится к людям. И никак не наоборот. То есть человек сначала должен приобрести то, чем он может с людьми поделиться. Он может сначала исцелиться сам, а потом врачевать других. Он может стяжать Дух Святый сам, чтобы потом уметь преподать это духовное благословение, этот мир всем, тем, кто к нему приходит и тем, кто его слушает. И вот сейчас мы перейдем к наставлениям преподобного Антония Великого. Так называется первая глава, первая часть из многочисленных слов Антония Великого. Всего их в Добротолюбии, в первом томе Добротолюбия, пять таких частей, пять глав. И вот первая называется «О жизни во Христе, извлеченный из слов его в жизнеописании святителя Афанасия, из его двадцати посланий и двадцати слов». Напомню, что Добротолюбие – это не просто собранные тексты. Добротолюбие – это избранные, это то, что называется антология. И, конечно, есть изданные тексты, вот, так скажем, под одной обложкой какого-нибудь одного святого отца или двух-трех святых отцов, например, собрание Семена Нового Богослова составляет три тома, а в Добротолюбие включены только избранные места, избранные слова, сказанные Семеном Новым Богословом, а не все, что он сказал. Также и у Ефрема Сирина количество его томов в одном издании насчитывает восемь, а здесь в один из томов включены только избранные места из Ефрема Сирина. И так про любого святого отца. То есть, тут не весь корпус, скажем так, посланий и слов Антония Великого, не все, что он сказал, и, может, даже все, что здесь, многие слова, которые написаны именем Антония, может, сказал совсем и не он. Про многие слова ученые спорят, принадлежат ли они Антонию или не принадлежат. Дело не в этом. Нам, научно, нас интересует не научная сторона вопроса, нас интересует назидательная сторона вопроса. О том, как написаны тем или иным святым отцом или просто неким человеком, имени которого мы, может, даже и не знаем, а просто написанным именем тем или иным, того или иного святого отца. Но эти слова поколениями святых подвижников были приняты как действительные, как точные, как отражающие реальность. Не просто, не важно, поэтому церкви было, кто действительно является автором тех или иных слов. Важно, что они живые, что они животворны, что они действительно говорят о правильной жизни во Христе. Они, говоря обыденным языком, действительно работают. Действительно, советы правильные и точные отражают реальность жизни человека в Боге. И поэтому церковь в лице своей монашеской традиции сохранилась, берегла все эти крупицы и донесла до нас. И нам тоже в данном случае мы не будем проводить научное изыскание о том, какие из именно слов действительно относятся Антонию, какие не относятся к нему, где они, когда были написаны, нам сейчас это неинтересно. Церковь собрала этот цитатник, эту антологию для того, чтобы с его помощью созидать собственную жизнь. Вот с таким настроением, с такой целью мы обратимся к наставлениям Антония Великого. Чтобы удобнее было цитировать и как-то найти в ваших книгах цитируемые отрывки, в добротолюбии очень удобно. Страницы, конечно, не совпадают, издания могут быть разные, но у каждого слова, у каждого развернутого фрагмента есть номер. И вот по этому номеру мы и будем ориентироваться. Если сейчас мы начинаем первую часть из тех посланий, которые собраны в добротолюбии под именем Антония Великого, то вот каждый может это найти и видеть, что там есть цифры 1, 2, 3 и так далее. И вот когда мы захотим что-то процитировать и обратить ваше внимание, вот я буду указывать номер того или иного отрывка. И вот самое начало посланий преподобного Антония Великого начинается с общеизвестных и фундаментальнейших для монашеской традиции, особенно и для христианской традиции вообще, поучения мысли Антония Великого. Это первое, второе, третье, четвертое, ну и отчасти пятое вот слово. Первое, с чего начинает Антоний Великий, это есть общее основание христианского подвига. Мы тратим здесь на годы, на подвиг годы, да, это трудно, да, это тяжело, но это годы, а там вечность. Мы здесь теряем какие-то, ущербность несем, да, вот отказом себе в том, в другом, в третьем, в пище, в одежде, еще какие-то сложности. Какие-то малые блага, действительные блага, реальные блага, жизненные блага, мы их теряем для того, чтобы нести подвиг. Мы отрекаемся от них для того, чтобы приобрести благо большее и благо вечное. Эти материальные блага, они, ну, во-первых, нам не принадлежат, и принадлежат только условно. Мы в любой момент можем их лишиться, они тленные в любом случае, в любом случае мы их не возьмем с собой. А блага вечные, они неотъемлемы нам, они вечно будут с нам, они нетленные, никто не сможет у нас их забрать. То есть, очевидно, преимущество вечных благ больше, чем благ видимых, материальных. И вот это является ключевой установкой для того, чтобы иметь мотив, стойкий мотив для того, чтобы совершать жизнь свою в подвиге. Ведь слова Христа все знают, они постоянно звучат, они постоянно напоминаются в церкви. Кто не отречется, не может, не может, ни при каких обстоятельствах не может. Отречение, начало жизни во Христе. И вот человеку нужна мысль, нужна установка, нужна вера, что вот и Христос об этом же говорит. Когда апостол спрашивает, вот мы оставили, что же нам будет? Он их утешает, говорит, будет, будет больше, чем вы оставили. И это вдохновляет. Так устроен человек, ему нужна некая цель, хоть сколько-нибудь ему, им осознаваемость, цель, которая хоть как-то может представить в своем сознании, только представляя нечто в сознании, как некую цель. Цель это вот именно некое предвидение результата, некая картинка этого результата, некая вот представляемая сознанием цель, к которой мы стремимся. И вот когда эта цель есть, тогда человек обретает мотив, более или менее стойкий мотив для своей деятельности. И как бы ни пытались люди сказать, что вот ничего, ни о чем думать, ничего представлять, ни к чему стремиться не надо, просто бери и делай, что тебе сказано. Оно, конечно, можно до поры, до времени, пока сознание человека не вырастет, пока он не начнет задавать вопросы, и задавать вопросы неудобны. А зачем? А почему? А в конце концов, а где гарантии? А где надежда? Ведь именно поэтому, в том числе, произошел кризис в средневековой Европе, что люди стали вырастать, сознание стало крепнуть, расширяться, люди стали задавать вопросы. Мы не хотим просто так подчиняться. Объясните, зачем, для чего мы делаем то, что мы делаем? И вот человек, он существо разумное, и более того, он существо целеустремленное. Ему надо сознавать цель, которой он стремится. Если мы почитаем святых, духоносных мужей, и вот с этого начинается послание Антония, мы видим, что они говорят, у тебя есть цель, ты призван к тому, чтобы стать сыном Божьим, тебе принадлежит весь мир, ты Бог по замыслу Бога, Бог по благодати, ты поставлен высоко, тебе будут служить ангелы, ты поставлен выше всякого творения во Христе, тебе принадлежит вечное царство, ты будешь обладать по благодати тем же, тем обладает Бог по существу и так далее. И в Священописании Нового Завета, и в Писании Святых Отцов, мы видим, что они вдохновляют и побуждают человека оставить тленное ради нетленного, временное ради вечного, материальное ради духовное. И вот когда человек восприемлет некое представление о том, что его может ожидать, основанное на словах Священного Писания, он воспринимает некий стойкий мотив, я знаю, к чему я стремлюсь, меня ждет больше, чем есть здесь. Такую притчу, говорит Христос, если кто-то нашел богатую жемчужину, то он, естественно, продаст все, чтобы приобрести эту жемчужину, и будет великим богачом. Но надо же эту жемчужину найти, надо ее каким-то образом к ней прикоснуться, надо каким-то образом понять, что она действительно существует, только тогда мы пойдем и продадим. А если нам скажут, что ты продай все, что имеешь, а что будет, ну, потом увидим. Человек не сможет, ну, сколько-то он будет терпеть, но это не стойкий путь, это не надежный путь, а главное, не так призывает служить себе Господь. Он обещает, он дает обетование, обетования и должны быть стойким мотивом для того, чтобы созидать нашу жизнь. Ну, а для тех, у кого, или в тех состояниях, когда мотив обетования не работает, или для тех людей, для которых обещанное не является вожделенным, для них промысел Божий, Священное Писание и Антоний дальше указывает другой мотив, который тоже может быть стойким, и даже иногда более стойким, чем мотив обетования. А теперь посмотри, что тебя ждет, если ты будешь наслаждаться временными благами. Посмотри, какие казни, какая тьма, какой ужас, какой мрак предназначен тебе за то, что ты не исполняешь заповеди Божьи. Вечная смерть, вечное мучение, темнота, одиночество, ужас, пребывание в одном месте с бесами, гиена, огонь и прочее, червь, это, конечно, допустим, не утверждая. Но, допустим, это все образы. Но эти образы Христос использует для того, чтобы человек, который не воспламеняется, не вдохновляется обещанным, ужаснулся тем, что ему тоже указано. Чтобы он испугался того, что ему обещано. Чего бы ни значили эти символы, для чего бы их не, то есть, чтобы не стояло за ними реально, совершенно очевидно, для чего говорит Христос. Чтобы мы понимали, что за все зло, которое мы делаем, придется дать отчет. Если мы не хотим служить Христу, и не подвязаемся за заповеди Христовы, то нас ждет состояние, которое, конечно, каждый из нас, естественно, не хочет. Если мы все здесь обычные люди, даже, скажем, люди очень физически, так скажем, непритязательные, скажем, люди, ведущие, так скажем, асоциальный образ жизни, какие-нибудь странники, какие-нибудь там почти спившиеся люди, которым ничего от жизни не надо, которые привыкли к самому минимуму материальных и физиологических благ, но никто же не хочет попасть в тюрьму, никто не радуется, когда идет суд, когда ждет его суд, никто не жаждет насилия, никому не нравится, когда в отношении к нему это насилие употребляет, или когда ему угрожают насилием, никому не нужна боль, никто не хочет одиночества, это все причиняет человеку страшное страдание, если это даже в этом мире так, если достаточно человека испугать, скажем, тюремным заключением в год, или в 10 лет, но всего лишь 10 лет, какая малость, это даже не пожизненное заключение, но если даже 10 лет тюрьмы, это страшно, это ужасно, и человек попытается все сделать, чтобы это ни за что не произошло, то как он попытается избежать, когда ему скажут, что ты не только пожизненно, ты вечно будешь в тюрьме, ты вечно будешь в отме, ты вечно будешь лишен нормального человеческого общения, нормальной человеческой жизни, ты обречен на вечную физическую, душевную, духовную муку, одиночество и страдание, но по идее адекватного человека это должно ужаснуть, и нас ужасает, и ужасало бы еще больше, если мы об этом бы помнили, если мы бы об этом думали, если бы мы восприняли тот опыт святых отцов, опыт собственно для новоначальных, как раз для того, чтобы испугав человека, дать ему стойкий мотив, для того, чтобы он по крайней мере перестал делать зло, потому что иначе за это же страшное наказание может быть, если мы боимся совершить преступление именно из-за наказания, чаще всего, то тем более мы должны бояться, ожидая вечного возмездия за неправду и за грех, вот таким образом преподобный Антоний Великий указывает два импульса, два помысла, два образа, которые вместе, уравновешивая друг один другого, вполне достаточно для того, чтобы человеку дать стойкий мотив к осуществлению христианского подвига, удержать и сохранить его в лоне этого подвига, обетование вечного наследия, красоты, богатства, славы, царства и обетование, обещание того возмездия, которое ждет человека за грех, за нерадение, за нелюбовь к Богу, и вот эти два помысла и импульса, они есть некая начальная точка, начальной вот точка отчета, с которой начинает практически вся, начинается вся святоотеческая аскетическая мысль. Эти помыслы считаются ключевыми для того, чтобы увлечь человека в подвиг и удержать его в этом подвиге. Если мы задумаемся, ничего, скажем, типично или, собственно, от Антония, здесь нет. Это все есть Евангелие, все и в словах Иисуса Христа. Это, если угодно, его метод, его способ воздействовать на сердца и умы слушающих. Послушающих, послушайте меня и будете вкушать благо земли. Кто отречется, тот того пожрет меч. Вот такая простая вещь. И все святые отцы в данном случае не от себя что придумают, а понимают, что это как бы идет от Евангелия. Они воспринимали это через евангельский текст, через евангельское свидетельство и понимали, что если этих простых импульсов не будет, если они не смогут как-то вовлечь человека хоть в какую-нибудь меру подвига, то и говорить дальше будет не о чем. Потому что, если человек не собирается никаким образом жить по-христиански, чего же ему о христианской жизни и говорить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова